Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии Вендлес Ледженд, в которой я играю за хранителей против шестерых соперников. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, всегда лучше смотреть полностью. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому ролику. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Мало что ли? Да, нашел, не важно. Ну блин. Эти грохотуны долбаные зажали мою армию. Ладно, нападаем на Казан-Джи. Ну блин, у меня тут силы... На. Походу я зря это сделал. Знаете что, давайте... А, если... И не могу отойти. Очень я тупо поступил сейчас. И они сейчас начинают. Сколько у них перемещения? Два. Ну, два это еще неплохо. Да, правда, они моего вот этого сейчас убьют. А я не переместился, я мог уйти оттуда и не переместился. То есть они первым ходом сейчас убьют мне моего стрелка одного. Блин. О, еще такое... Я слышу звуки битвы. Урон еще такой серьезный. Блин, да я сейчас солью все. Кошли. А еще они по цепочке бьют, я и забыл об этом совершенно, е-мое. И еще первый ходит, я не могу отойти. Конечно. Там где-то далеко в темноте. В Буране. Ну, двух юнитов потерял. Двух юнитов? Кто-то умирает. Лешка браться от оружия. Да. Ну, зато деревни ассимилированы. А что они хотят? Колонизируйте регион Фудура. А Фудура это где они? Это вот этот, видимо, и есть регион? Ну, да, скорее всего, да. Пока не могу назначить. Один ход еще не могу назначить. То есть пока она так будет стоять. Так, право проезда. Тут морпех еще один сидит. Ну, пускай сидит. А в этом городе монетный твор. Заканчиваем. Тоже давайте право проезда откроем. О, сто праха в тему. Так, и куда я хочу? Блин, это те руины тут мешаются. Ну, откуда ставить город? Сюда куда-то. Видимо. Ну, вообще-то, что хреновая. Территория, непонятно куда развиваться. Почему ли вновь? Нео ты тут? Так, ну, я предлагаю тогда синхронизацию сделать. У меня, похоже. Давайте доиграем хотя бы. А, ну, блин. Я уже отвалился. Что, что доиграем? Так, уход доиграем. И начались еще уходы сделаю синхронизацию. Сразу, как загрузили, сразу кто-то на меня нападает. А, на моего колонистика Минотавры. Блин, ну вот я так и знал, что тут будет. Я могу еще один раз отступить. Попробую успеть пробежать и поставить. Так, давайте назначим тут героя. Грей, а ты открыл эти караваны торговые, там дороги? Нет. А будешь открывать? Ну, потом, да. Я бы уже поторговал, например. Странно. У меня герой, Владыка Праха, зашел в бой как подкрепление. И его там убили, и он не вернулся. А ты будешь проиграть? Нет, в бой я выиграл. А герой в подкреплении умирают на смерть. Да, да, да. Прикольно. Если они из города? Ну да, так и было. Так, рост, право проезда. Так, тут надо поселенцам быстренько походить. Чтобы наменять эти минотавры. Ну, давай, начинай ход. Кто там? Ну, пинг, кстати, большой. Блин. Ходи, 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 ходи. Бежим, бежим, бежим. Ну, это уже плохо. Слушайте, надо город ставить. Дальше мне нет смысла идти. Вот тут, я думаю. Сейчас запускаем виноградик. Что у нас с ресурсами? Или тут где я стою все-таки? Тут еда будет, какая-то наука. Давайте где я стою. И шамлор. Руманизировали. Далее 15 изумрудов. Теоретически уже больше. Каждый город добавляет необходимость больше ресурсов использовать. Вообще производства нет в этом городе. Еще можно будет прикупить стеклосталь. Это у нас крепости. В город пока посадим. Эти дороги уже из этого города проведены. Надо вот эту территорию исследовать. С гуаранами надо разбираться. Нет, надо юниты строить. Три. Районы вообще не строятся у меня. Тут какой-то район. То есть видите, у меня с разведкой... Ну как? Не совсем уж плохо, но я вот эти... Вот эти районы я разведывал, которые мне не нравятся. Мне тут не хочется города ставить. Надо вот это разведывать, смотреть, что там. А с разведкой тут пока я отбиваюсь от минорных фракций. Закончилось пряностей действия. Вот стеклосталь. Активирую повторно. Я нормально так накапливаю. Так, тут город растет пока. Здесь давайте на производство пустим. Надо морпехов построить. Здесь рост. 4. 5. Плюс 2 на территории с прогрессом. Надо построить. Давайте в третьем городе купим литейный цех. Плюс 6 на город. Плюс 15%. Что тут как-то совсем грустно с производством. Это общий квест был. Тут ракенов встретил. Не, на что-то за... Что за квест? Ассимилируйте фракцию Даргеши. Я их вообще даже не встретил. Я даже без понятия где это. Это для всех. Ну, для всех. Именно что для всех, а? Ты дали бы мне квест на ту фракцию, которая у меня тут сидит. Здорово. Это лотерея, лотерея, друг. Обычно мне тоже не везет с этим. И я не вижу эти фракции в Апфе. Я вижу около ходоков. Осенней территории. Есть дорогие. Вокруг меня 2 регионов этой фракции. Но эти 2 регионов такие себе. Отличные регионы. 2000 очков престижа. Просток престижа. Для самого уровня 4000 праха. Ты чё, один город поставил, удалил? Да. Он обузит. Он занимает локацию заранее. Ну, я поставил. В смысле, взял квест, выполнил, удалил город. Что-то нафиг мне он нужен там. Ну, я такое знаю. Но обычно не занимают некоторые локации так, наперёд. Чтобы их локацию не обжалили. Привет. Привет. Как дела? Как развитие? Плохо. Чё такое? Кто обижает? Дракена. Дракен, ты чё делаешь? Ничего, не обижаю. Меня тут, это, забытый уже грабит. Ну, извините. У тебя за 300 очков перевалило. Я граблю только богатых. Пробегнуть? Именно. А бедным можно потом? Ну, пограбить? Да, присоединяйся. Там надо вкачать какую-то штуку. А бедный можно раздать? Раздать надо еще бедный. А, раздайся. Но в союз вступаем, пацаны, раздам. Я не буду изучать мир. Вы изучите. Антикрасный союз. Красный распоясся. Тут тоже одна деревня, да? Да, тут одна деревня. Круто. Во всех регионах, которые есть более-менее нормальные для населения... Да, я до корабля и уйду. Только одна деревня. Отлично. Чё, автомат? Да, всё-таки удалил город. Так вы, может, как-то скоперируйтесь и вместе против него будете воевать? Да. Да, надо, надо, надо. А родная, что не хочешь? Да я не знаю, где вы вообще. Мы же не встретились ни с кем из нас. Где происходит красно? Нет. Давайте инфу скажу, где кто. Кого я нашел? Нет, второго берешь. А, он же еще будет замерять нас, между прочим. Ну, хотя как замерять? Для этого ему надо куча... Культура, конечно. Поехали. Просто поймите, тут три армии по три юнита с малых фракций, атакует один мой Новый Город. Да-да, у меня то же самое. Да не горит, чё-то сложно играть. Я со своими малыми фракциями разобрался. Да, только что-то не группируется. Так, давайте-ка... Химическую мастерскую и потом уже начнем. Леша, в общем, красный от тебя слева снизу. Ясно, то есть он под тобой, типа? Да, да, да. Еще между нами левее Алай. Но они аутсайдеры и... Вот. Все плохо. Ну, лучше все сюда ставить. Райончик. Так, два хода морпехи строятся и... Пойдем в атаку. Здесь у нас право проезда. Морпехи лечатся. Может, пару титанов построить? Что у нас с юнитами? Тут новая пока... Одежка не появилась. Давайте титанов пододенем. Ну, конечно, казанжи прикольные, ребята. Это видео выходит при поддержке глобальной браузерной космической стратегии consolewar.ru Игра сейчас в открытом бета-тесте. Там появляется много новых фич. Например, общий космос, в котором находятся вообще все игроки. Так что заходите, регистрируйтесь. Ссылка в описании под роликом. И используйте кодовое словосочетание Леша играет. Может, напасть на ходока? Слушайте. Какая разница? Открыть вот... Защиту? Берут. Боюсь, если у него есть ресурсы, тогда он может сейчас в тихе выйти. И сделать себе пушки. Ну, армию из этих ресурсов. Не вижу, почему бы ему так и не поступить. Прекрасный план. Логичный план. Нет, логичный план. Ну, смысл... Я к тому, что... Другие-то обычными армиями, скорее всего, придут. А он необычными. Там такой огромной карте половины, куда не придет вообще. Не знаю. Что-то вошел в синим близко рядом. Соседи. Да, мы эти армию подмаструем. О чем я тут ничего не строится? Я чуть не понял. Амбар уже достроился. А, это она сейчас закончилась, да? Так, вот там эти минорные... Да, осуществите, давайте нападем на... Почему нет? Монетный двор. Публичная библиотека. Чак, квест, твоя армия у меня гуляет. Сначала слетаем сюда с минорной фракции, разберемся. А здесь, значит, начнем Казан-Джи еще строить. Титану уберу. 8 ходов. Здесь, блин, дайте я, наверное... Чего мне это наука, в принципе-то? Так, здесь сейчас достроится. Мы телепортируемся сюда. Как тут спуститься нормально? Ну, надо деревню эту усмирить. А эти ребята где-то тут еще стоят. В общем, надо следить. Так. Что тут с населением? Тут я все на производство поставил. Ладно, тут сейчас вырастет город, тоже на производство поставлю. А ты, Леша, этот мир-то открыл мне? Сейчас гляну. А, нет. Кому нужен этот мир? Этот мир придуман мне-нами. Капитан, кого ты там пилишь своим лобзиком? Три армии кварцев. Ну, правильно, лобзиком, все верно. Только почему. А, они отобрали у тебя лобзик, засунули кое-куда и проворачивают там. Ясно. Такие кварцы-гопники. Эй, иди сюда, ты с нашего района? Такой, ну я же тут город поставил. Ты с нашей планеты? А у Ригу знаешь? Это ко мне должны так обращаться. Это все эти хранители-инопланетяне откуда-то прилетели. А все остальные тут местные, по-моему. По лору. Ну да. Опять закончилось винишко. Блин. Я его не скоро могу активизировать. И уровень удовольства понизился. Так, ладно. Новая армия телепортируется сюда. Назначаем героя. И нападаем. А, стоп. Перемещение это уже ход? Или как? Не пойму, здесь. А, да. 0 из 5, да. Действий нет. Ну ладно. Следующим ходом. О, Дракен точно фармит престиж. Это теперь инфа 100%. Он идет делать это просто. Вот, как бы, и непонятно, что, как против него действовать. Ну, просто он меня еще обогнал окончательно по... На такую торговлю. Он еще будет получать себя. Я оккультист. Блин, я не поставил на защиту открытия. Я бы не сказал, что у меня маленький приток. Что уж у меня изначально не расстрелывает. Тоже. Когда я всех поставил, что я мить. Ну, я уже буду нападать без брони. Посмотрим, как он хочет. Да. Ты как знаешь, аванпост разведчик самый близкий к красному. Что там он делает? Вокруг меня зоны занимает. У тебя защиты города очень мало. Дерьмо будет очень просто тебе снести. Но вряд ли он это будет делать. Так, значит, полтора. Мне не хватает восемь. Два хода, три. Четыре хода, шесть. Блин, шесть ходов ждать. Забытый, зачем ты приходил ко мне клетки грабить? Нет, чтобы трансперсом мешать вначале. Так я же уже его грабил. Он убил всех моих. О, четыре культуры на территории с аномалией. Здорово. Пойду помещаю другому. И, если честно, тогда я подошел к тебе одним юнитом. И я просто хотел посмотреть, как работает механика грабежа. Я бы там воровал его ходов пять. Ну, очень долго. То есть, ну, смысла этого не было. Поэтому, если я задел, то я чувствую простить. А насчет трансперсона, я не знаю, как у него воровать. Потому что он быстренько пойдет и убьет моим. У него сильно очень юнит. Так, размещаем. Блин. Блин. Не успел разместить. У меня пооткрывались какие-то... А, нет, размещение пошло. Стоп. А, эти первые ходят. У него... Скорость четыре. Нифига. Раз, два, три. Да, они подбегать будут. Перем... Блин, не... Ага. Ладно. Начинаем. Одно этих может атаковать. Это у нас всего лишь... Готов. Какого-то я еще синих не встретил, но могу уже сажать туда шпионов. Звучит дружелюбно. Ну, вообще, без проблем. Ребята убились. Я вообще по-моему урона не получил. Ну, только, да. Ополчение убито, но... Это так. Так, ну, а саду я снял. Тормозить стало все. Население города увеличено. Так, ну, еще один ход будет делаться. Здесь у нас демоны струятся. Феноменальный отрыв. Не знаю, что посмотреть очки игроков. Можно навести на кнопку. Да. Да, ну, это очки. Он же все-таки чудеса там струил. Да, но там где-то буквально 8 ходов назад у него было 300. Сейчас уже 400. Могу не строить значки. Ну, все, сносить кого-то из-за. Ну, кого? Все, жалей. Всех сразу. Ну, почему бы и не. Просто рановал устроит. Он уже намекнул, что игра на 60-м ходу не закончится. Еще 20 ходов. Я даже разобраться не спитал. Ничего вообще не делал. Ты разобрался, как бывает, когда все плохо. Разобрался то, что тебя вынесли. Лай, давай ты уйдешь с моей территории. Так, проклад. А, полноавтра с детки. Он уходит. Потом уже по хати еще улетит. Следующий. Сейчас он заберет Джимчужину сначала, а потом уйдет. Я уже все забрал. Хе-хе-хе. А-а-а, понятно. Так, подождите, а что это я тут построил? А, монетный двор. Давайте право прохода. Блин, дороговато. Ну, тут этот город пока растет. Поэтому пока можно... Что это он потеряет? Часть населения. Нехорошо. 38-й ход. Демоны построились. Сколько у меня вообще тут уже армии? Так. Тут пока недостаточно. Я буду нападать демонами. Лучниками. У меня будет три армии. Я планирую так. По четыре юнита. Откуда там отошли? Грей, я тебя спасаю от миноров, смотри. Которые тебя грабят. Клетку. Вот это да. Сменишь, у меня инициатива маленькая, что мне не нравится. Это было неожиданно. Полина бьет по лидеру. Это мы армию прокачиваем, как бы опыт получаем. Почему нет? Пробежал. Все. Все, никого нету. Из тебя сто монет. Обязательно. Ты мир открыл? Нет. Извините. Так, слушайте, два хода до плана империи. У меня вообще 90. Думаю бы неплохо. Путь 76. Так. Сейчас я... На них тоже есть. Ты у нас на научной фракции, может, загонишь. Здорово. Ни в чем мне не отказываешься, смотри. Не, ну я тебе как что-то там заплачу. За помощь. Ну просто мне открывать мир совсем не к месту. Ну ты че, блин. Да ё-моё. Ты же случайно их увидел, да? Уже двое у нас десинхронизированы. Может, сделаем синхронизацию следующим ходом. Да ё-моё. Ты транспир этот. Ты просто туда шел и наткнулся, да? Да. Короче, автомат ставь, это жопа какая. Я поставил. Спасибо. Сейчас выиграю тебя. Да пиздец. Ой, извините. Не ругайся. Да, извини. О, кстати, кстати, ребят. Я прокачал до второй эры своих солдат. И у него 4 виверны третьего уровня. Я убил одну, а остальных ранил довольно-таки внушительно. Двух наполовину, одного почти убил. К чему я это говорю? Что, возможно, мне попался отряд непрокаченный. Ну только смотри, сколько у него урона в этих виверах. Да, но... Ну, ты скажи, сколько урона там. А, сколько урона, блин. А я уже выключил. Просто если там 100 урона, то реально, блядь. Нет, ну какие 100 урона, ты чё? Невозможно. Я не знаю, я не измерялся. Почему бы нет под героем, так раз, с атакой? У меня урон 65 у демона. Без ничего. А у морпеха тоже 65. Он сейчас броня обудит. Я, к сожалению, не всё смогу... Я думаю, надо стеклостали брони. Она как раз даёт инициативу. Так что должно быть неплохо. Зима продолжается. А, ну здорово. Накопил... Я забыл переключить, но тем не менее, всё равно накопил престижа на... Чтобы увеличить атаку. Здорово. Сейчас у нас... Не сейчас, а когда лето начнётся. Да и сколько тут мне осталось. Раз. Четыре хода. Здесь три хода до демона. А, ну тут, правда, нехватка. Несено много облажался. Ну, пойдём по армияме с планом. Из трёх юнитов. Надо было три их поставить, хранить престиж. А, ещё плюс. Так. Улучшаем юниты. Даем им броню из стеклостали. Инициатива. Немножку. Оденем. Так. Демона. Улучшим тоже. Правда, и так высокая инициатива. Тридцать три пускай будет. Тут чисто ноги улучшим у демонов. Так, давайте смотреть. В этой армии. Ну, дорого. Ну, я модернизирую перед нападением. Не сейчас. Пока просто стоим. Даже, наверное, прыгну куда-нибудь отсюда, чтобы, типа, не напрягать. О, тут как раз эти ходят. Слушайте, опять ходят. А, я эту деревню не... Не усмирил. Ладно. Эшелоны. Эшелоны кентавров. Ну, скорее, там ушастые больше. Ушастые кентавры. Ушастые кентавры. Задержание позиции сделаем. Блин, еще внизу нахожусь. Блин, вообще какая-то позиция фиговая. Куда они культуры весеннего зашел бы, что его встретить не могу. Все правильно. Так, отлично. Буду стать подгородным стоимом. Я даже буду просто стоять. Им приходится... И тут такая территория сделана, что им приходится обходить просто. Убили. Блин, и вот к этой деревне очень фигово идти. Поэтому я не пойду. Активируем повторную стеклосталь и активируем винище, наконец-то. Выбухаем тут винище. Что там за синий юнит бегают рядом со мной? Ты фиолетовый? Знаешь, я сейчас только что активировал вину у себя, ресурсы роскоши, поэтому что за синий юнит около тебя бегают, это очень смешная вопрос. Ну да, пьем вино. Ну че, бухаем рядом с твоими границами. Ну... Ты не завидуй. Проспимся. Понимаешь, холодно, холодно. Зима на планете. Надо как-то себя согревать. А вот Энракен забрал все морожки. Ух ты, я не ожидал, не ожидал, что он заберет. Че не ожидал? Я же говорил, что он не фармит сейчас. Это ирония, друг. Я, кстати, так и не слышал мысли, че делать с ним. Я же говорю, надо объединяться, вместе с ним воевать. А вы там пока только... Так, а ты не планируешь участвовать? Я еще раз повторю, я не знаю даже где он. Я тебе посоветовал разъедать с левой, с ней от тебя. А шо, мы только с ним вдвоем? Где-то рядом, остальные игроки где? Еще между нами зелененький, но посмотри на его очки. Ну, он неплох, он неплох он сам. О, привет. Наконец-то. У меня все плохо. У меня малые фракции. Мне нравится им, что я старый игрок. Просто я построил три армии. Демон есть. Мало фракции приходы. И мне нравится, что я новый игрок достану. Твой второй город, они могли бы забить. Так они его уже во саду издали. Мне просто одна моя единственная армия ходит, чистит все. Я не знаю, как они выживают. Я пока могу ресурсы тратить. Попробуй пойти на красного. Я не знаю, где он. Я могу тебя направить. Ну как, на эти армии из двух человек. Ага. Вот. Слева от твоего хонтуры. Клик. Я такого не видел. Все, закончилась. Зима. Ну что, попробуем напасть. На. Я забыл, а заводы же только на воде можно эти строить, да? Там на воде-то находятся какие-то... Все, я тут, я даже никакого выхода нету к океану. Я вообще без всей этой механики, похоже, играю. Да не так. Интересно вот, почему подвиг задали этому. Дракену. На 100 удовольствия. Ну потому что у меня 100 удовольствия. У меня тоже 100 удовольствия. У меня тоже 100 удовольствия. Ну, у него раньше, видимо. Да читы, по-любому. Ох уж, читеры. Вот эта тусовка читеров в Endless Legend. Там еще, как их зовут, друзья, трансперсоналити. Лайд Спектрум, вот эти читаки. Я тебе их опушу. Им даже, видишь, они даже друг с другом не играют. Неинтересно. Тогда вот, если был бы его друг, хотя бы альтернатива победы была кому-то. Все, я готов со всеми мириться. Самый мирный человек. Но ты-то точно. Тебе даже вариантов не остается. Иди с красным, подружись. Будете в Альянсе, победу обоим засчитать. Хороший план. Мне нравится. Я помню, такой наивный. Играл в Endless Pace 2. И пошел в Альянс с парнем. Причем я был, как мне казалось, более развит. И в конце игры, когда он уже был готов выиграть, он просто ливнул из Альянса и сам выиграл. А я-то думал, мы друзья... Все правильно сделал. Ну да. Я думал, это романтично так, выиграть вдвоем. Прикольно же. Но он считал иначе. Злой человек. Почему, интересно, в циве не сделали, что союзники тоже вместе побеждает. После изменения механики союзов было бы логично. Ну, потому что все-таки надо, чтобы один был победитель. А то будут какие-то тимплеи постоянные, как у тебя с Арчи. Ну, зачем это надо? Ну, вот видите, увеличил инициативу герою, поставил. Еще чуть-чуть осталось до атаки. В принципе, я думаю, что этот Казанжи построится, и можно начинать атаковать. Так это, Леш, тимплей-то и сейчас есть, по сути. То есть разрывать союз третьего уровня в конце игры, очень прохладная идея. Да, но когда человек улетает, я не к тому, что разрывать не разрывать, а к тому, что побеждать ты все равно один. Ты можешь, конечно, с ним быть в союзе третьего уровня. Но он побеждает. Не нападает на него, а, соответственно, использовать преимущество союза и выходить вместе с ним в победу. Поэтому выгодно заключать союзы, скорее, с не соседями. С тем, как кто там, если он даже улетает, то ты понимаешь, что тебе как бы на него, ну, сложно нападать. В любом случае. О, какое-то оружие получил. Арбалет. Так это для героя. Ты что, не стал со мной мириться? Я не успел. А, и так здесь работает, понял. А тебе что, отказ пришел? Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опять пришли какие-то уроды на меня нападать Забавно... Меня так осадили город, что мне, чтобы добежать до армии, которая осаждает, надо бежать три хода Тоже задумался о шпионах, иначе я не знаю, зачем ты сюда пришла... Лёша, Лёша... Да это не он, это красный наш друг... Мы тоже есть за что стыдиться... Он напал на тебя? Да... Вообще не за что стыдиться... Ну что, модернизируем... И слетаем... И лети на... Блин... Не, надо... Освободить город... Химическая мастерская... Не, не ручка... Не, не ручка... А, не ручка... А, не ручка... А, не ручка... А, не ручка... Я не знаю, насколько они от меня далеко... А, не ручка... Ну, я думаю, Лёша или Ингрей... Видели уже уже... Я рядом с фиолетовым... Ниже чем он... Синий... Под Лёшей... И под... Фиолетовым... Так... Время объявлять войну... Чуть тут у синего этих квахтов... Просто тонны... Их еще не выридит... Я одну армию урезал... Вот еще армия ползет... Это автоматически... Они у меня там чуть город не отбили... Фуф... Никого не убили... Не здорово... Так... Перемещать... А, не могу пока... Активировать бонусы... Ай, действие вина закончилось... Слушай, а я рынок не открыл, да? Для... Для... Лучше мне надо открыть... Рынок на ресурсы... Вот это я зря пропустил... Так... Планировка районов... Один ход... Ну вот в этом городе... Геохимическая не очень пойдет... Они издеваются... Вот эти квестовые ребята... Которые появились... Они садили город... И я теперь ходить просто не могу... Они с одной стороны... И с другой появляются... И по три хода на две... Ну да... Да... Ух... Ну да... Активирующий... Ну да... Активирующий... Все больше палате, да, ребят? Хе-хе-хе-хе... Ничего страшного... Всего-то чуть-чуть... все 8 спалать могло быть больше игра пожадничала я чувствую очень честно игра по отношению к красному относится до чувствуется вот зеленому везет капец всю игру уже там по очкам порвали ниже всех закон это темно лошадок я вот смотрю чего у него творится он сейчас вообще всех разнесет пришлось армии отойти чтоб с этими ребятами разобраться всех я должен был разнести мой герой первый начало для нас 3 а лая под зеленым цветом а торговые пути без мира бесполезно да ладно и убил меня да ну да только между своими городами это в принципе неплохо вот мы могли бы торговать с лёшей я изучил но мои соседи решили не мириться я бы с тобой помирился у меня дороги стоят ну сейчас меня убьют еще одного контакта не сможем как это все планируешь приходят на какие-то черти по игре с моей территории даже я все-таки кто-то еще посмотрит видели регион синг думаю наперед не вижу не карты почти всю карту следует скоро план империи закончится дебильная война в которой мне помешали минорные фракции тупо вот откуда он приперся откуда здесь не не эти которые сейчас ко мне пришли вот это живут тут все за зачищена на моей территории на территории фиолетового уметь и ассимилировал их такая дурость тени опять ты не начал регион грабить нет нет а по моему ты можешь на красную кнопку слева я знаю но я наживу вот сейчас нажимаю ничего не происходит для счета я честно слава не ворую тебя кстати к славу подлинают обычные грешки тоже могут воровать поэтому не надо сразу просто обычные грешки юниты видны а твои же юниты не видны ну ты подойди потому что ты розовый и я к себе ничего не грабить не собирался тратон сказал что видит меня напомни кто ты там цвет а это ты мой лучший друг в этой партии такая я грабил но ты-то я же объяснял уже я робин гуд я не считаю это зазорным тем более ну вот что ты потерял на четыре хода меньше на в одном городе жить это не будет ну и что ты знаешь как мне это здорово я думаю тебе даже приятно такой благотворительностью заняться можем считать что ты просто разрешил поступить так с тобой расписал как боженька молодец поэтому ко мне претензий не может быть что такое зверское задержание героев сделаны синхронизацию следующим ходом у меня столбок бабла за героев снимали кстати надо было бы защиту от нападение тоже сделать за одного губера 33 снимать и захотеть снижение производства снижение производства продукции нашу просто снижение производства написать она имеется ввиду что снижение снижение производства строений нет именно продукции как единиц вот вот и тут уже армии что тут у него он меньше задавайте сила больше джостр чего не он не справа у сака 105 оборона я справа даже не разведывала свои столицы вообще ничего вот как город подсвечивал а то вот все разведки просто агрессор ну красный агрессор на просто жилье пустота на тело ты шутишь это и напал ну ты налетела а я напал давай автомат давай я так не хочу управлять этой хренью короче автомат ставлю давай развлекать умник добежал таки в общем лёш ты знал что красный спокойненько расхаживал по той территории ну я его вижу да ну вот беспределит парень почему вручную я я я отступление нажал началось и началось с чем мы тут воюем когда там игра скоро закончится через там пороха давай мир заключим к сожалению тебе помогли минорные фракции которые на мою территорию пришли мне пришлось отвлечься но те еще помогли и фракции которому город садим кто пришел за один ход практически бегал туда я бы снял защиту того города быстрее мог бы взять его на этот ход так и пришлось отойти это два в одном то есть я тоже пришел это неважно план уже империи а я не выбрал план еще к тому же здорово сейчас сейчас наверно будет выбор плана этим ходом оценка довольства горе вообще горит без виноградика очень все плохо загляните на console war точка рус ссылка в описании а на этом пока все продолжение будет завтра спасибо что засорили до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы цели до конца видимо новом понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры